Слушателям рассказывают о методах онлайн-социологии, об интернет-аналитике и о возможностях построения карьеры в современных социальных медиа. В качестве лекторов участники образовательного интенсива «Кавказ-кадры». Среди слушателей студенты третьего и четвертого курсов Ингушского государственного университета, ведь именно им в скором времени придется выбирать место работы и набираться опыта. Сегодня ребятам представили самую нужную и полезную информацию для реализации своих идей. Человек пишет, что вот у нас там неприятно пахнуть в районе такого-то метро, потому что там местный завод не поставил фильтра и опять нарушение экологии. Дальше алгоритм зашивает все это в карту и он пишет, что ага, это вот здесь вот розовое, это значит, что там допустим 100 сообщений в месяц, и он показывает примерную причину. И профессионал Москвы может отреагировать на это дело. Экономисты, юристы, филологи, биологи и даже медики. Интенсив для каждого. Проект «Кавказ-кадр» построен на взаимодействии с ОНО «Диалог регионы». Практикующих экспертов, работодателей, представителей власти, аналитических центров и, конечно, заинтересованных студентов. Тема продвижения касается практически всех участников, потому что так или иначе они пользуются мобильными телефонами, пользуются социальными сетями, сами публикуют какой-то контент. И сейчас пришло такое время, когда у журналиста, либо у филолога, либо у человека какой-то гуманитарной профессии пропала монополия на производство какого-то контента, текстового, может быть, картинок. Поэтому каждый человек может, работая в социальных сетях, публикая что-то, интересоваться продвижением. Соответственно, я рассказываю о том, как это работает, как можно это сейчас делать, какие современные площадки востребованы аудитории, какими способами делать контент так, чтобы он был интересен. И это заходит, если говорить на современном языке. Луиза Султыгова прошла регистрацию на интенсив, одна из первых. Студентка третьего курса признается, сегодня она запаслась разными фишками и идеями для медиапродвижения. Сейчас, помимо научной работы, девушка активно раскручивает новый медиа-центр в университете. Вообще, хотелось бы заниматься СММ или продвижением. В общем, это просветительская деятельность для других студентов, то есть мы показываем жизнь и планируем научиться показывать ее еще больше. И мне кажется, что эта лекция поможет мне в дальнейшем, в будущем, так как мы получили много информации, много полезной информации. И хотелось бы поблагодарить этот проект и всю команду за то, что они приехали к нам. Формирование кадрового резерва в области медиакоммуникации, власти и населения – важный этап в организации инфраструктуры регионов. Отбор и подготовка кадров для этого направления входит в число приоритетных задач на территории Северного Кавказа. Студентам кажется, что IT-сфера – это что-то очень сложное, невозможное, недопустимое. Плюс мы работаем в таких необычных специальностях, как аналитика, медиа-аналитика, как онлайн-социология, как таргетинг. На самом деле всему этому можно научиться. Обычный социолог легко может стать онлайн-социологом. Журналист прекрасно переквалифицируется за 2-3 месяца в медиа-аналитика. Мы приходим, показываем. Самое главное – бороть этот порог, когда они не верят, что это для них возможно. Все остальное в наших руках. Это уже пятая точка для экспертов. Первый образовательный интенсив прошел СКФУ, где интернет-специалисты провели обучение и поделились тонкостями работы в таких проектных медиа-офисах, как Центр управления регионом. Заинтересовался возможностями и Магомед Чербижев. Также очень понравился сам формат «Вопрос на ответный», который очень позволяет сильно вникнуть в эти темы, которые они обсуждают, и более тесно рассуждать с аудиторией, как мы с нами, что это очень привлекает нас. Думаю, устроятся. Они предлагают нам стажировки, тестирование, перспективу нам предлагают. Я надеюсь, что что-то из этого выйдет все-таки. В планах команды «Кавказ-кадры» – марафон профориентационных встреч с охватом более тысячи студентов всех регионов СКФО, обучающиеся крупнейших вузов Ставрополя и Республик Северного Кавказа смогут в очном формате пройти отбор и на практике освоить новые IT-гуманитарные профессии. Уже после ребята проходят тестирование с помощью специального QR-кода, по итогам которого участников выберут для дальнейшей стажировки. Хавагагиева, Сулейман Костоев, Новости, 24. Продолжение следует...